канал о моделизме здравствуйте наши уважаемые подписчики и просто здраво люд сегодня мы с вами находимся на интересном событии и со мной юрий романович богатчик здравствуйте юрий романович здравствуйте юрий романович мы у вас уже не впервые расскажите пожалуйста об этом интереснейшем событие что происходит в вашем клубе можно так назвать да спасибо что вы у нас не впервые надеюсь не последний раз у нас сегодня происходит восьмой всероссийский турнир по экспресс сборке пластиковых моделей называется он собрать за 24 часа сегодня мы у нас второй день сборки мы собираем силами 22 моделистов собирается модель коалиция от звезды и собираются модели самолетов советских азов 48 масштабе юрий романович много скажем так в интернет-сообществе ходит разговоров можно ли собрать а вот коалицию именно в 35 масштабе за такой короткий срок не просто собрать и и надо же покрасить все это же правильно включается в если бы ты меня вчера об этом спросил я бы сказал посмотрим а сегодня могу сказать точно что можно потому что сегодня в 4 часа дня я вижу результаты и у многих ребят идет финишная прямая то есть остается 5 часов до конца и модели уже открашены и тонируются юра маль скажите пожалуйста вот все понимают что это вообще затратное мероприятие да скажем в плане средств и сил скажите пожалуйста вот чтобы подготовиться к такому мероприятию нужно команда да можно озвучить тех людей которые вам помогали например ну команда конечно нужно в принципе мои мои помощники это и мои друзья коллеги мои помощники это мои кружковцы которым которым я преподаю стендовый моделизм понятно что мы находимся на территории культурно-досугового центра заречья понятно что и заречья помогает в какой-то мере и помещение и другие вопросы решает но здесь тема такая то есть во первых подготовка самих моделистов должна быть да за 24 часа собрать модель конечно же не просто тем более модель состоящую из 500 деталей как коалиция вот и надо понимать до какой идешь ты труд риск ну риски никакого риска нет ну не сделал не сделал если только через свой свой да свое да собственное какие-то там эмоции по унять вот принципе ребята многие из тех кто сегодня сидит за рабочими столами они работают уже не первый турнир для них это уже как в какой-то мере привычно вот они знают на что идут знают сколько это требует затрат денег я имею ввиду там не про деньги говорим и про эмоциональные какие-то затраты говорим вот в принципе я вот не собираю модели в этом турнире но я тоже от них заряжаюсь вот этой вот энергетикой и наверно так же как и они устаю в плане эмоционально в этот раз у вас большое количество моделистов да и вы первый раз решили поделить этот конкурс вот это связано с общественностью до что некоторые захотели самолета некоторые бронетехнику до была идея собрать коалицию просто в одном ключе только коалицию вот но не секрет что между моделистами есть такое шутейные соревнования бета-тешники об одном авиатора другом фигуристы о третьем поэтому когда было понятно что не получается набрать хороший кворум по коалиции сейчас семь человек только участвуют хотя разговор был изначально 15 мы решили что давайте попробуем сделать авиацию авиацию именно второй мировой войны именно именно советских асов потому что идет подготовка к 75-летию победы и нам бы хотелось просто каким-то образом это событие начать отмечать по крайней мере в этом формате вот ну а судейство будет отдельное понятно что судить по одинаковым критериям разные модели достаточно сложно и нелепо я бы сказал потому что совершенно разные подходы и в в обработке и в доведении модели поэтому было принято решение делать как минимум две судейские бригады вот не секрет что некоторые авиаторы могут судить броню без проблем те кто собирает броню может судить авиаторов вот но идет такое негласное шутейное очень дружеское соревнование вступить в ряды моделистов без проблем то есть участников турнира проблем не вызывает главное увидеть информацию зарегистрироваться оплатить вступительный взнос и участвовать просто отдаться этому занятию два дня световых то есть мы работаем по 12 часов хотя есть идея конечно остаться здесь поработать и полностью 24 часа но здесь все связано с какими-то уже вопросами такими бытовыми да все ли согласятся без проблем в планах у нас сейчас я открою как бы это не секрет мы давно обсуждаем сборку а в д а в д 43 масштабе если мы наберем к ворум вот и сегодня я был разговаривал с главой компании с купер стоит моделс он с удовольствием может предоставить нам свои броневички в 35 масштабе первой мировой войны тем более что в следующем году у нас официальная дата окончания гражданской войны вот и в обсуждении он принял такой заинтересованный заинтересованный подход поэтому если мы эту тему дальше поработаем то я думаю что мы феврале месяце проведем турнир именно по автомобилям и ромать но вот практически мы уже находимся на такой финишной прямой до осталось там сколько у нас четыре часа до где-то у нас осталось четыре пять с половиной часов 5 с половиной часов но эту скажем так уже большой срок у вас за плечами что вы можете сказать вот по поводу пройденного время вам нравится удовлетворила именно вот скажем так разнополярность вот этого мероприятия или все-таки вы придерживаетесь что надо что-то одно собирать ну я даже не знаю удовлетворить меня вообще удовлетворяет любое действие которое мы делаем я имею ввиду все что связано со сборкой модели вот когда в одной комнате собираются и авиатор вообще проблем вообще это это такой конгломерат общения шуток и всевозможных каких-то человеческих взаимоотношений потому что ну все равно разные подходы разные подходы и к выбору тематики и к выбору средств или способов изготовления модели а уж вопросы связаны с доведением до визеринга там не знаю старение все прочие дела это совершенно просто и не ну никак почти не сходится и поэтому наблюдать за тем как они работают и как они друг друга дополняют может быть даже да то есть тут очень большая взаимовыручка вот кстати у меня мой мальчишка здесь артем фичок я просто он уже второй раз участвует у меня в таком взрослом турнире вот и он с удовольствием и ему помогают ему советует ему помогают инструментом советами то есть здесь атмосфера я так думаю что первый турнир который мы проводили мы проводили ты не с тобой были да 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 мне повезло что я был на первом турнире даже немножко был организатор соучастником всего этого преступления лёша шалопаев который стоит тут машет вот руками ты же знаешь как это вкусно без этого вкуса без этого куража в принципе вот вообще все остальное меркнет если мы не будем получать вот от этих мелких каких-то наших скажем взаимоотношений вот в моделизме вот этого кайфа от общения от построена модели от какого-то какого-то финала да то тогда все это пустота вот этот кафе я просто получаю здесь даже не собирая модели 8 турнир я провожу даже я вру наверно девятый потому что девятым еще был детский турнир один мы проводили детский по сорок третьему масштабу по буханке то есть получается девять турниров и ощущение колоссальное просто вот сейчас пойдем сейчас в зал ты посмотришь да там сврат стоит но там вот кайфы но вы имеете ввиду от краски от краски но вот кайф стоит от работы и романти ну и скажем так заключение нашего интервью скажите пожалуйста что нас ждет вот до конца года будет ли у вас какие-то мероприятия чтобы можно приехать было и посмотреть я знаю что то у вас намечается и детская выставка нас традиционная детская выставка клуб мастеров который мы проводим совместно с клубной системы товарищ мы открываем выставку 8 декабря и у меня будет розовый слон это детский конкурс с родителями мы сажаем родителей детей и в этот раз мы будем делать из пластилина новогодние игрушки то есть мы совершенно уйдем от модели в прямом смысле этого слова мы в два этапа соберем из пластилина игрушки потом они у нас подсохнут превратятся в глыбу и на втором этапе мы будем их красить и ума что давайте обратимся это скажем можно всем участвовать включая бабушек и дедушек все родители что можно на этом конкурсе поучаствовать со своим любимым ребенком заходите к нам на страницу в фейсбуке на мою страницу там будет вся информация информация будет на странице культурно-досугового центра заречья вся информация есть кто захочет приехать к нам из москвы без проблем и всех примем всех посадим за столы дадим рабочие места без проблем ну а сейчас друзья давайте конечно же вы хотите посмотреть в какой обстановке находится у нас коллектив коллектив до посмотреть чтобы на будущее наверняка уже кто-то себе думает а дай-ка я попробую свои силы соберу что-нибудь за 24 часа ну и романчик провожайте нас пойдемте а 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 и а же и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Уважаемые друзья, мы хотели взять интервью у участников данного мероприятия Но, к сожалению, ребята очень заняты, они пытаются успеть в то время, которое отведено Поэтому существует такой небольшой накал И мы, скажем так, не стали брать интервью у людей, чтобы их не отвлекать от такого модельного своего соревнования И решили взять интервью у судьи этого соревнования, Олег Федик Здравствуйте, Олег Здравствуйте Олег, вот скажите, пожалуйста, ваши впечатления Вы здесь практически, ну, с самого начала Да, ну, скажем так, с прошлого года, с турнира по сборке Т-34 Скажите, вот в этом году, когда в комнате в одной и авиаторы, и БТТшники, так скажем Как вот, есть какой-то накал, такое соперничество? Ну, соперничество, оно, сам турнир подразумевает соперничество Ну, и однозначно больше народа, это уже создает такую атмосферу большого соревнования И да, кто-то для себя что-то подчерпывает И может быть, в скором времени они поменяются ролями Кто-то будет делать самолет, а кто-то бронетехнический Да, кто-то переметнется, скажем так, в тот лагерь Я для себя вот тоже уже делаю кое-какие наметки Так как я известный как по БТТ Но авиацию тоже люблю, я с нее когда-то начинал И для себя тоже пресекаю какие-то моменты по авиации Скажите, а вот за эти дни что-то для себя новое подчеркнули? Может, какая-то новая техника увидели или еще что-то? Ну, скажем так, я ознакомился с Коалицией, что это за набор, да Вот тоже появилось желание, скажем так Скажите, пожалуйста, вот смотря на такое количество участников Смотря на такое количество работ Как вы думаете, много дойдет до финала? Если честно, я сомневаюсь Половина, дай бог, дойдет Ну, по крайней мере, сделает что-то стоящее, наверное Поэтому я сам вот не берусь за такие турниры Потому что я знаю свой стиль Я как-то не могу все так делать очень быстро Мне нужно подготовиться, подождать У меня уже какая-то техника выработана своя с годами Поэтому я вот не решаюсь на такие турниры Я скорее стайр, чем спринтер в этом деле Понятно, друзья, но могу сказать Мы с вами видели, что работ много, участников много И очень трудно будет судить те модели, которые вообще дойдут до финала Потому что средств, сил затрачено колоссально Им большое спасибо, что они вообще решились на такое участие Ну, а вам разрешите пожелать удачи Чтобы развивались ваши такие вот посиделки модельные И нелегко в вашем труде судить Спасибо вам большое Спасибо 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 И так друзья Друзья, мы попросили участников этого интересного мероприятия Дать нам интервью Прям вот две минуты Потому что уже практически осталось три часа, да, у нас до окончания И чем меньше времени остается, тем сильнее такая обстановка накаливается Я вам сразу скажу, что обстановка, ну, в одной комнате находится сколько там Ну, около 20 человек, ну, около 20 человек, ну, скажем так, когда 27 аэрографов работают, это очень интересно получается Вот как свои впечатления расскажите, Александр Ну, во-первых, это весело, особенно когда работают 27 аэрографов Ну, это необходимые мероприятия ежегодные, на котором люди, ну, не только делятся своим опытом, но и, как бы, это некое соревнование На которой появляются, в общем-то, все качества моделиста Не знаю, сколько вот Но мы сейчас собираем коалицию Дома бы я собирал бы ее год Ну, несколько месяцев точно А сейчас вот за два дня уже какой-то внешний вид появился Вот это о чем-то говорить, наверное Ну, я знаю, вы мастер в 72 масштабе, все-таки Вот как вам 35-й? А вот на эту тему Я хотел бы сказать отдельно Была такая идея собрать, ну, там, коалиция, да Собрать в 72 масштабе 100С И, значит, выставить ее в финале Сказать, я художник, я так вижу этот мир Ну, сушка, утрюска, там, значит Поэкспериментировал с химией, немного меньше стало По размерах Ну, на самом деле, 75-й масштаб Это, ну, такой, довольно-таки серьезная вещь У которых, как бы, не знаю Надо постараться, чтобы получилось что-то стоящее Не знаю, конечно, что из этого получится У нас это какая модель? Третья, четвертая в 35-м масштабе Поэтому не судить сложно Вы пришли вот на это мероприятие с супругой Правильно я понимаю? Это, кто не знает, это одна из спортивных семей Хотел сказать, да, знаете Папа, мама, да И я дружная семья Вот, это семья наших верных подписчиков Семья Гордеевых Итак, вот вы с супругой пришли Можно мы спросим независимое мнение Как вам вот этот, ну, мужской клуб Где вот находятся несколько дам Вот, вы практически двое суток здесь, да И 20 мужчин Нет, ну, это тоже, конечно, очень интересно Особенно наблюдать за мужчинами Которые собрались в группу в выходной И они, как бы, не пьют Почти Да Немножко нюхают, смеются, да Там, как бы, пробуют друг у друга химию Там, ну, все весело, задорно Интересно Ну, я тоже помогаю, там, немножко участвую Морально поддерживаю Что-нибудь откусить или там Потереть Потереть, да Шлифануть Ну, подгоняю супруга А то он любит копаться Там что-то сидит Вот, а этот, давай быстрее Время, время Так что, друзья, обязательно приходите Своими супругами Они, скажем так, поставят вас на счетчик Во-первых, они будут знать, где вы находитесь Это раз Да Лишних вопросов не будет Ну, а само мероприятие Вот, скажем так, оно больше как соревнования Вот идет Или здесь все-таки человек приходит, чтобы, ну, поделиться своим опытом Посмотреть что-то у кого-то Вот как вы расцениваете это мероприятие Ну, на мой взгляд, все-таки, в первую очередь, соревнования Действительно, доля спорта в этом есть Что такое даже, ну, то же самое, если смотреть в спорт Да, это как бы, когда люди показывают, на что они способны Кто-то смотрит, на что другие способны Это применяют, это в своих, там, тренировках Еще в чем-то В моделизме то же самое Все смотрят друг у друга на какие-то достижения Ну, и как-то пытаются за этим тянуться В рамках, во временных рамках определенных То есть, это чисто водосоревнования Ну, а вот такой, скажем так, вот соревновательный момент Всегда присутствует такой, знаете, азарт Где человек, ну, в порыве страсти, да Там может что-то вот существует на этих соревнованиях Такое, где вот Не смотри у меня Чтобы ты не подсмотрел Вот, или все-таки здесь более такая доброжелательная Ну, конечно, что-то присутствует Потому что друг у друга пытались узнать Как ты будешь красить, какие цвета Все там пытались что-то выдумывать там на ходу Я, кстати, тоже На самом деле, у кого-то есть концепция какая-то У кого-то, вот, мне, например, идеи приходили По ходу, как бы, сборки Ну, накал, он как раз вот сейчас Он начинается Потому что вчера-то все это было Таким более-менее вальяжным Так как-то поговорить Все-таки послушать, посмотреть А сегодня как раз вот этот вот сам накал И уже, по-моему, все равно Кто там что, как красит Кто там самому бы успеть Так что, ну, это серьезная такая вещь Серьезный момент Пару фраз для женщин Которые, ну, собираются все-таки прийти Со своими мужьями Может, что-то, вот, наработка какая-то Появилась за эти два дня Взять с собой бутерброды, например, для мужа Там, я не знаю, там, или что-то питье Или какой-то таймер Чтобы он быстрее собирал модель Нет, ну, здесь как бы приятно То, что можно Вот мы вместе там выбрались Мы там пообщались Мы там знакомимся с людьми Ну, как бы интересно Весело То есть, в принципе, организаторы Предоставили еще одно место Где, чтобы вы могли сидеть вместе Да? За одним столом Ну, это как бы не проблема Да Купо интересов Ну, я сама немножечко увлекаюсь Моделизмом Ну, совсем чуть-чуть Да, кстати, кто хочет посмотреть работы Обязательно зайдите в нашу группу ВК И посмотрите Там просто, ну, интереснейший мультяшный персонаж Персонаж такой Который как раз был изготовлен вами, правильно? И он участвовал у нас на модель месяца Вот, поэтому, ну, что, не будем вас задерживать Пожелаем вам удачи, самое главное Ну, и чтобы вы победили Дай бог Спасибо 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 Мы, конечно же, хотели взять побольше Интервью, но, к сожалению, мы понимаем, что осталось Не так много времени И участники этого турнира пытаются что-то за это время Побыстрее сделать Чтобы, конечно, дойти до конца с собранной моделью Поэтому, к сожалению, много интервью не будет Что можно сказать Смотрите нас И если тебе понравилось Скажи, дорогой мой Хороший у нас турнир Я думаю, что все останутся не как наш товарищ Без комментариев А напишет под этим видео Комментарий, о чем вы хотите спросить Юра Омановича Или написать что-то на будущее Что-то нам подснять Может Или еще что-то Ну, а с вами была АЭФ Студия Мы желаем всем Самое главное Крепкого здоровья Смотрите нас Ставьте лайки Да, и подписывайтесь Обязательно на канал Здесь будет много интересного Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр!